всем доброго времени суток с вами снова билли и мы будем сейчас играть starcraft 2 продолжать выбирать задание приспичиваю мне вечером записать так шоу нас тут а это архив задание это не то нам наверное вот это надо да так в прошлый раз мы выбирали между молитом и а грей здесь мы зергов исследуем а здесь протосов и мы получим юнитов здесь огнеметчика давай договори не договорил а здесь получим мародером я даже не знаю что лучше взять атакует только наземные цели это тоже только наземные цели но это с огнеметами а это тяжелая пехота выглядит конечно черный пижа но это с огнеметами вознаграждение здесь больше и очков исследований больше ну давайте исходить из математики и выбирать то что больше даст пойдем на миссию которую тайкус предложил легкая нажива легкая нажила ой звук пропадает когда сворачиваюсь почему нам придется это что за это не протос и нихрена попробуем вот так вот пройти ртс овскую миссию на течение что бегут они к нашему святилищу это все осложняет мы не сможем воевать на два фронта приятель против протосов и зергов и не придется все что нам нужно это оцепить святилище и удерживать его достаточно долго чтобы извлечь артефакт поэтому мы высадимся здесь и пробьемся через заслоны протосов пока их основные силы заняты зергами протосы обречены их гибель вопрос времени поэтому наша задача захватить артефакт и побыстрее исчезнуть хитро вроде бы это как бы повезло так что там есть такое место чтобы зергами не пересекаться но при этом можно было потихоньку на протосов напасть и так задание хватай и беги ну давайте посмотрим что нам там припас или близзарды я уже не помню какую я выбирал миссию и можно ли будет пройти вторую миссию потом или я должен выбрать и типа ну это навсегда так строим завод и еду будут вам минералы а где герои почему нету ну-ка это чё реликвия протосов а как не то попасть значительно больше чем протосов по предварительным оценкам протосы долго не поддержатся понял и так плану на следующий добраться до артефакта пока зерги не смяли протосов и не захватили святилище сейчас мы еще хранилище бахнем я думаю нам нужно хранилище не хватает давай минералов еще немножко парни тревога базе приближаются сталкеры протосов у меня для тебя сюрприз ковбой давай давай свой сюрприз все как один специалисты в теории и практике большого взрыва не уверен что сейчас подходящее время для экспериментов словом что четверо мука а мы не будем натравливать нормально отводим не хочу потерять мародера халявного и бой отлично завод еще можно троих поставить а тут уже был завод и твой мать ну давай сюда направим тогда чтобы не проста его сами потихоньку начнем реликвы протосов одно очко исследований там у нас зерги стоит ли мне этих зергам хорошему надо там можно от зергов попасть вот сюда и забрать еще реликвы сломаем мы эту фуню да сломаем ой блин хиллера надо убрать так есть и последнего сюда рабочего и надо бы еще еще одно хранилище построить за твой счет давай за то выбрать так и еще хиллера мне надо мало мне кому навешать они будут не атаковать да будут отойдем ну бил мне одного морпеха ну да ладно все его заменю так хранилище готово мы надо еще одного ксм вот так сделаем пока не сделаем окей надо ломать эту штуку они меня не бьют разве это же защитное сооружение они не работают наверное без этой штуки которые я сломал так но здесь мы все сломали надо ли нам сюда там прям сложно будет ручка хорошим ударные построить такую прям плотненькую надо объяснить зергам что они не правы ходим ходят зерги то мне все-таки будут мешать я думаю эта миссия будет прям по фасту на что-то как-то тут не совсем по фасту посмотрим что там у зергов есть а у них что то есть надо эту хрень сломать первым делом давайте давайте побыстрее все это ломайте так и чё у нас тут тут еще реликвия должна быть да да так отойдем мы отманили 1 и сейчас можно ломать спокойно недостаточно да все достаточно блин а эти сооружения ломают не юнитов я потерял немножко проходе встают блять и стоят дебилы это доп задания 4 ликви найти ничего сделаем так что у нас тут еще мародер еще морпев и пойдет да когда медиков много это ни к чему так идем сюда пошло поехало что все он забрал что надо там мы теряем время все сюда сейчас мы как-нибудь стакнемся кстати они отстраивают тут зерги отстраиваются снова это нехорошо это не нравится давай еще мародеров пойдем давить их интеллектом хотелось бы найти все реликвии не знаю получится ли это что нельзя поменять порядок войск чтобы медики штабе предстояли так манайс это мы тоже зачистили этот а вон пустик заберем еще так чё морпехов для дерге манайс не потерял никого вроде бы да не потерял фуф думаю стоит вот здесь этот алик создать некий чтобы оборонялась все так где еще могут быть реликвии вот реликвии еще я вижу третье где-то четвертое ограничение по времени вроде нет должно быть все спокойно это третье миссия триггерная явно то есть у меня не получится зерга впереди к сожалению так давайте чуть дальше пройдем ага тут база у них уже надо побольше сил надо еще построить эту тему а что я не могу построить ракетную турель нужен инженерный комплекс а у меня его нет странно давайте построим инженерный комплекс и попробуем вот этими силами чисто друг друга стоят хилят кик так дома мать защитное сооружение тихонько вроде все делается оборона есть небольшая а если сломать вот это в первую очередь это отключится да так и есть видимо у протасов именно так и работают сооружение что им надо подпитку мутить если подпитки нет то ничего не функционирует а где найти 4 артефакт артефакт его показывает вообще на карте или нет отойти убираем мародера и сами как контроля поступим вот так сломаю вот эту парашю а потом потихоньку а вон сайте 4 реликвия 4 реликвия 5 эти на меня не реагируют проверяй пиратка на игра сохранена а типа нашел 4 4 юбля почему я называю 4 все на из исследования получены теперь я ему мать вот эту тему надо ломать вот это пил пил живой мародер тут тоже все визе короче ясно так где у меня улучшение вкачаем сейчас делаем значит хранилище раз требуется все я рейдер так это надо еще и удерживать будет сейчас то есть мне понадобится моей силы окей подождем мы поступим по-другому чтоб на верочку я же смогу тут вот так замутить вот так так этот поехал этот час построить здесь вот так и обратно сюда морпехов забираем а мародеры в принципе тут справиться с дефом не достаточно минералов да все достаточно не ной ебать если бы я еще знал что это так будет вроде с этим можно справиться какие то блять эти появились големы статуи ну големы статуи так и что мы тут делаем мне же надо оборонять эту тему а все а я думаю оборонять надо будет удерживать рейнер же так сказал артефакт у нас сматываем удочки и я совсем забыла какой-то изобретательный джи но я не повторю сара она здесь оказывается а и все серьезно ну ладно можно было быстрее это все сделать все таки первые миссии они гораздо проще надо было как-то попроще мне к этому отнестись что такое у меня ничего не показывает ну-ка я скипну это может можно будет в архиве посмотреть как-то странно я застал тайкуса за сбором информации о керриган в нашей базе данных не знаю какую игру он ведет но доверять ему нельзя мы стойку сам дружим уже давно вместе прошли через многие неприятности и он ни разу меня не сдал когда легавые нас прижали он взял всю вину на себя я начал жизнь с чистого листа а его упрятали за решетку я понимаю ваши чувства сэр но я перед ним в долгу мать хватит об этом слушай сэр я не помню что с тайку сам будет но я знаю что он грязный тип так что время покажет ну по это кто в деле райнар че за типчик видимо тебя ввели в курс событий именно так мистер хилл чтобы противостоять зергам и доминиону одновременно мне понадобятся люди у тебя есть свободные наемники как началось нашествие мои ребята нарасхват но твой бармен делает божественный май тай так что конечно у меня найдется для тебя парочка интересных предложений вы сама любезность мистер хилл наемники хочу ли я наемников нанимать боевые кабаны наняты топ-секьюрити топ-секьюрити это что у нас два элитных мародера показатель то есть это четыре элитных морпеха три отряда на задание а как это работает хоть объяснили бы два отряда на задание давайте попробуем потратим наши кредиты это типа элитные мародеры будут так давайте ка мы на мостик сходим посмотрим могу ли я посмотреть этот видеоролик он типа изначально не работает или что ну похоже на то у меня он забыл ну видимо она там убивала все всех подряд и он это смотрел и интересно разве уголовником давали доступ к нашей базе данных просто стараюсь быть в курсе событий капитан Я смотрю, у этой королевы клинков все боятся пуще смерти. Обо мне так ничего особенного. Ты понятия не имеешь, кто она, верно? Мне-то какое дело? Да знают они оба, я так понимаю, кто она. Ну, от Джима дело есть. Они были близки. Погоди-ка. Опа. То есть он не в курсе, что ли? В смысле они того-этого? Того-этого? Очевидно, она была другой, пока ее не забрали зерги и не превратили в это. И Джимми винит в этом себя. Честно. Если мы встретимся с ней лицом к лицу, не знаю, что он сделает. Такой женщине только одна дорога. Не зря запустил. Информативно. Так, что, надо со всеми попиздеть? Встретить Керриган после стольких лет. Вы должны остановить ее, мэт. Чего бы она не добивалась. Что ж, сегодня мы ее обставили. Очевидно, ее тоже интересуют эти артефакты. Зачем они ей? Так, шо, с этим можно? Сэр, когда у нас откроется лаборатория? Ну, ясно. Так, что тут? Игровой автомат. О, новости. Это что тут у нас? Никто типа и бар, и вся хуйня. Надо бы его снять. А зачем он его везде решит? Вроде бы кажется, что это... А, нравится мне все эти огоньки. Твои приятели Мебиусы случайно не упоминали, что королева клинков тоже положила глаз на артефакты. Слушай, они просто дают мне инструкции. Да и какая разница? Нам все только спасибо скажут, если мы прикончим эту тварь. Я думал, что у тебя все вертится только вокруг денег, Тайкус. А почему бы мне не помочь человечеству и заодно не подзаработать кредитов? Да уж. Слишком просто звучит. В телевизор не стрелять. И ботинки висят. Хотя, наверное, в ботинке я закрыл сам. Неизвестный королеве клинков. Ученые и военные предполагают, что эта загадочная особа появилась вследствие мутации человеческого организма под воздействием вируса зергов. Верно, Донни. Может ли быть так, что в теле предводительницы зергов бьется человеческое сердце? Меня беспокоит другой вопрос, Кейт. Значит ли это, что возможен союз между тиранами и зергами? Донни, у нас нет абсолютно никаких подтверждений того, что после заражения тираны сохраняют свободу воли. Вы правы, Кейт. В таком случае остается один вопрос. Как убить королеву клинков? Это серьезный вопрос. Если ее не удастся нейтрализовать, то человечество обречено. Да уж. Тяжелая ситуация. А что у нас тут? Попробуем. О, потерянный викинг. А, ну типа это корабль затерявшийся. Где-то там. Почему так грузит? А, мне быстро. Великий викинг, ты потерялся. Разыщи путь домой. Викинг Виль, но остерегайся злобного терр... терротрона. Ты ему не нравишься. Сука. Как в ЧБД. Ты нам не нравишься? Контрол бомба, пробел атака. Ооо, это мощно. Это типа протасы. Блин, а это качественно выглядит. Это же типа как галага. Ля. Во всем попал. Нет, тут не по всем уже. О, ракетницы. Кайф. Да, блядь. Попадаю. Забрать колдес. Бомба. А, у меня бомба ограниченная, а не слева-снизу. Понял, теперь. Ай, по мне попали. Ёп твою мать. Плазменный наряд. Опа. Еще одна есть, но она в КД, я вот так понимаю. Блин, а что тут так уже прям плотненько? Вражин. Так, еще бомба. Того, что справа, трогать уже не будем. Блядь, опять попали. Как все хуево. И как долго эта хуйня будет длиться? Я чисто бомбами буду разбираться. О, летает вокруг меня какая-то хуйня. А, она тоже стреляет. Понял, понял. Рекорд. Внимание, приближается босс. О, давайте босса шваркнем и... Закончим. А босса можно бомбой разъебать? Где босс-то? А вот, выходит. Это и есть терротрон? Здоровье пока не теряется у него. Авианосец. Понял. Он еще и выпускает мини-глайдеров каких-то. Истребители, типа. С ними может справиться мой, типа, маленький истребитель. Что он делает? Страшно, вырубай. Вроде живем. И помощника, блять, моего нет. Стоит по этим отрабатывать? Стоит. Минус бимба. Надо добивать авианосец этот. Всратый. Кто еще всратый, да? Прижимаемся. Да, пережил я всю эту хуйню. Теперь главное авианосец подбить. Жаль, ракеты потратил. Не надо было, наверное, их тратить. Я бы мог их использовать, чтобы добить мелочь. Блять, серьезно? Гагашечка? Блять, но близко к гагашечке, так скажем. Я хотел забрать. Не дали забрать. Короче, я проиграл. Ну и пошли вы нахуй. Потом еще попробую. Так, че тут мы со всеми попиздели? Ботинки не кликабельны. Новости, тайкус, наемники. У меня появились новые знакомые. Окей, я уже нанял всех. Так, че у нас в арсенале? Должен сказать, но не будешь. Так, мародеров, думаю, стоит прокачать. Атаки мародеры создают область гравитационной аномалии, замедляющей все единицы. Вот это мне нравится. Дорого, правда? Да, нормально, нормально. Берем база. Нет, мы... Это мне не нравится. Окей. Короче, вот такие исследования мы берем. Мародер. О, можно почитать, что это за юнит. Мародер бронированный скафандр 5-4. Выглядит как какой-то штурмовик из Вархаммера. Крутой. Скафандр мародера был создан на основе костюма огнеметчика МПК-660. Но по характеру мародера не имеют с огнеметчиками ничего общего. 47% из них ни разу не привлекались к уголовной ответственности. Только 23% отбывали срок за убийство. Ну понял. Система автоматической подачи гранат, интегрированная в костюм мародера, обеспечивает быструю сборку и подачу гранатомет сотен типовых гранат-каратель. Как-то предложение странно построено. Так, ну вроде мы все исследовали. Миссию одну прошли. Думаю, что на этом можно закончить. Где тут сохранится? Сохраняем наш прогрессик. И next миссию мы будем проходить в следующий раз. Всем спасибо за просмотр. С вами был Билли Поттер. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok